Так, ну что, я собралась. Сегодня у меня такой, видите, образ даже подобранный. Камушки, зацените, сейчас мой браслет. Давно его ещё покупала из натуральных камней, прикольно. Агат и агат. Просто есть чёрный агат и вены дракона. Кстати, вены дракона, агат, у нас скоро год дракона. Короче, идём на работу. И, короче, знаете, чем сейчас занималась? Я прописала себе задачи на свой завтрашний один выходной. У меня завтра выходной один. Я пойду схожу в Азон, надеюсь, что приедут мои тапки. Я начну писать книгу, дай бог. Я смонтирую шорс, да, смонтирую влог, делаю превью для влога и поразбираю документы. Всего один выходной. Я столько дел, типа, написала. По-моему, какой-то капец. Вот это вот очень печально. Это автобус, который идёт очень быстро до метро. Ну, очень красиво, подсветка вот здесь, да, огни. Их ещё пока не отключили. Их обычно отключают, когда на остановке стою. Ну, короче, я на 10 минут опоздала. Вот, сейчас надо будет мыть холл снова тут, потому что сейчас зима, сейчас лякоть начинается, и поэтому это наполосные такие разводы. Вчера ушла позже всех. Ну, потому что по графику, по графику, то есть я ухожу позже. А сегодня я пришла раньше всех. Вот, кстати, если бы я не села бы прописывать свои-то планы на выходной, на этот, то я бы успела на тот автобус. Прикиньте, какая ирония, что мне не хватило буквально двух минут. Вообще, я не люблю мыть с пол, когда я одна. Когда я остаюсь одна тут, то это неудобно, что нужно закрывать магазин, идти набирать воду, потом открывать магазин, затаскивать, всё мыть, потом опять руки же надо помыть, и то опять закрываешь магазин, опять идёшь, меняешь воду. А когда есть ещё человек, то он может, ну, то есть он остаётся, магазин закрывать не надо. Ну, вот он вот самый первый и висит. Ну, хотя бы, боюсь, их не забыла надеть, уже хорошо. Ну, что, начинаем разбирать поставку. Посмотрите, какая красивая заколка, точнее, это зажим. Вот так закрываются эти зажимы. Смотрите, сейчас я вам покажу прикол. Где они? Где зайцы? Ещё их купили, что ли? Где зайцы-то? Я не знаю, куда они деться, вообще их было два, три штуки, может, их купили. Посмотрите, какие кошечки. Это серёжки, редкие. Только я вам про те серёжки сказала с собаками. Пришли вот такие вот с котами. Прикольные, да? Украшения для волос, смотрите, какое. Смотрите, короче, я раньше думала, что прямо с этими другами как бы и носят. Но оказалось, что они снимаются, это нужно для сохранности. Оказалось, что они нужны просто для хранения. Хоп, необратимый процесс, пришёл сейчас. Обратно их уже не наденешь. Я прям так их хотела вывесить. Хорошо, что я не вывесила. Короче, моя любимая рубрика. Юля примеряет серьги. Вот эти. При этом я же понимаю, что я никогда всё равно уши не буду прокалывать. Но я не знаю, что должно произойти, чтобы я на такое решилась. Интересно, а это я могу забрать домой? Ну, потому что с этими палками ты всё равно не будешь вывешивать. А бабушке это пригодится в рукоделии. Прямо 100% я знаю. Короче, мне понравился вот этот краб. И также мне понравился ещё вот этот вот крабик. Вот этого. Он очень такого нежного цвета. Фиолетового. Короче, вот этот вот краб, это мамин любимый цвет. Ну, как он смотрится? Булочка с лимоном. Первый раз решила взять слойку с лимоном. Ну, ребята, смотрите, мне мама принесла новый плед. Зацените его. Насколько он подходит под эту комнату. Ой, ребята, завтра уже приедут ко мне новые тапки в Азон. Я пойду их смотреть. Если мне понравится, то я их куплю. Ой, бабушка говорит, надо сдать анализ крови. Вот. А я, мне то лень, то ещё что-то. Хочу вообще сходить, наверное, в платную клинику. Реально. И сдать анализ крови. Ну, не то, что хочу. Мне кажется, это надо бы. Надо бы сделать. Проверить щитовидку. Это прям очень важно. Чтобы вы понимали, уже лет пять минимум, наверное, ничего из этого не делалось. Вот. Потом съездить к арсетистам. Ну, и к зубному я так и не записалась. Четыре. Четыре пункта, которые прям обязательно нужно сделать. В первую очередь. Я надеюсь, что я буду вести канал. И вы будете всё смотреть. Короче, как я это всё делаю. Как я это всё воплощаю в жизнь. И брать с меня пример. И тоже, допустим, заботиться о здоровье. Там регулярно ходить к врачам. Просто хотя бы на приёмы. Привет. Добрый вечер. Короче, сегодня я встала поздно. Я лежала, монтировала влог. Пришли мои новые тапки. Ой, вы знаете, я так хочу себе новые тапки. Я заказала с собачками. Я собачник. Я очень люблю собак. Я надеюсь, что они мне подойдут. И, в общем, я их сегодня заберу. Пойду сейчас смотреть коробочку. Остался буквально один час, пока работает магазин. Коробочку для вот этой бижутерии, которую я хочу подарить своей подруге. Как насчёт такого варианта? Смотрите, вот это у него два глаза. Тут у него ещё есть рот. Не дай бог, короче, мне вот эти тапки не подойдут, не понравятся. Либо ещё что-то. Всё, тапки подошли. Господи, слава богу. Так, ну что, ребята, я так боялась, что они не подойдут. Но они подошли. Мои тапки новые. Вообще, это классно. Сейчас я вам их ещё раз покажу. Красавцы мои. Собачки. Обожаю собак. Я так довольна этими тапками. Пойду бабушке показывать. Диане выбрала вот такую коробочку и думаю, что супер. Тем более, такое, знаете, предновогоднее. Ну, короче, мне понравилось на больше всего. Итак, смотрите, что получается. Всё, как я хотела. Вот в такую небольшую коробочку. Мы даже, бабушка тут мне помогла сделать крышку, оформить для неё, потому что там был ценник. И я хотела, чтобы было всё по красоте. Теперь всё смотрится очень гармонично. Мне нравится. Ну и, собственно, вот тут все её заказы, посылки. И сюда добавится ещё брелок, который я куплю с работы. Вот, мешочек такой, который мне очень нравится. Тут северное сияние у нас изображено. Блин. И смотрите, коробочка-то даже у нас получилась такая, ну, в тон. Короче, я очень довольна тем, как я сходила по делам, по магазинам. Это заняло мне по времени меньше полчаса. Я всё успела, всё сделала. Всё быстро, супер, шикарно. Я рада, я рада. Вот они, кстати, по весу очень лёгенькие. Видите? Даже негромко падают. Но при этом из такого материала, что в них тепло. Сегодня я даже сделала небольшую уборочку. Разобрала там под письменным столом, корсеты убрала. Пропылесосила впервые, наверное, за полгода. Кошмар какой. Ну, скажите, что я не одна такая. Но у меня нет времени на готовку и на уборку. Планирую сейчас писать книгу, начать про корсет шинон. Но перед этим нужно демонтировать влог. Кстати, вот туда я придумала вешать глобальные цели, которые на несколько месяцев вперёд. Чтобы я про них не забывала и стремилась как можно быстрее выполнить. Но учитывая то, что я вдаль плохо вижу, то как бы... Ну, я уже хотя бы выписала главы и прикинула, что я буду делать. Ну, хотя бы чуть-чуть я времени уделю. Хотя бы полчаса уже что-то будет. Конечно, я всё это буду писать в электронном виде. Просто я это сейчас для себя сделала на бросок. Я вот не знаю, честно, где пишут книгу. Буду это всё тоже смотреть. Я так понимаю, что где-то в каких-то вот, не знаю, в Word, в таких файлах, которые в целом можно загрузить потом будут на какие-то платформы. То есть, чтобы это можно было прочитать. Короче, время уже 12 часов. Мне так лень, и завтра надо на работу выходить, потому что завтра полная инвертализация, завтра все выходят. У меня был сегодня всего один выходной. Конечно, мне мало одного выходного, я не успела полноценно отдохнуть. Я очень много времени монтировала влог. Вот я его смонтировала, слава богу. Ну, короче, у меня написали ещё на авито сообщение, там, сколько длина у штанов. Надо людям реально ответить, потому что сообщение висит как прочитано, но я не ответила. Вот, и надо уже потихонечку ужинать. И я ещё хочу выделить минут 30 сегодня для того, чтобы начать писать книгу, хотя бы что-то прописать, хотя бы как-то начать двигаться в этом направлении. На авито спросили длину этих штанов. Блин, честно, так людям ничего и не ответило. Неудобно, очень неудобно. Ну, что поделать, блин, мне было лень. Короче, сейчас я всё это измерю. Три часа ночи, самое время этим заняться. Так, ну что, измеряем штаны. Вот, видите? Ну, как-то так вот, примерно. Уж примерно давайте будем. Ну, 140, окей. 140 получается примерно. 104. Ну, я немножко путаю цифры, я могу перепутать, то есть две цифры. Тем более, тут они не сбоку так указаны. Так, всё, ладно. Я это в ответе просто пришлю фотки. Я не буду ничего писать, чтобы не ошибиться, короче, снова. Так, всё, на авито всем ответила. Всё. Можно приступать, наконец-то, к книге. Ну, что, время полпятого. Походу, я больше, чем 30 минут просидела. Но тут я какие-то такие организационные моменты решала вопросы. Думала, блин, там, как нужно сделать, чтобы автоматически было оглавление. Так можно сделать или нет. Или в целом это и не так важно. То есть я что-то такое читала, изучала. Вот. И прикидывала примерно, как я это раскидаю по главам. Книга будет не очень большая. Ну, ещё бы у меня вышла большая книга. Вот. Но на данный момент пока что планируется небольшая. Вот. Чтобы я всё-всё-всё туда записала, не забыла записать. Смотрите. Путь длиною в 7 лет. Вот. И мне показалось, что будет классно делать 7 глав в этой книге. Вот. И я уже это всё прописала, начала прописывать. Так что можно сказать, что начало положено. Я ещё сижу и думаю, а что я так хочу есть? Оказывается, время уже полпятого утра. Ну, пока что это как-то так выглядит. Я уже начала тут что-то писать. Я думала, как же там в Word сделать так, чтобы автоматически менялись страницы, чтобы в оглавлении были указаны у меня страницы. Это же всё не вручную делается. Это же всё там настраивается в настройках. Допустим, такая глава, она идёт с такую страницу по такую. Вот. И как, чтобы это было у меня всё занесено, и чтобы было красиво. Вот о чём я задумалась. О том, что будет очень много таких моментов, которых я, конечно, не знаю, как сделать. Но в этом и прикол. В том, чтобы давно такого у меня не было, что ты прям ностальгия, что ты что-то изучаешь новое. Разобраться в чём-то ещё раз с нуля. То есть, как я когда-то разбиралась с монтажом видео. И вот теперь пришло время ещё изучить, как можно написать книгу. И всё это самостоятельно. Ну, с использованием разных, там, понятно, что видеоуроков и так далее, и тому подобное. Доброе утро. Так, ну что, друзья, всем привет. Сегодня у нас полная инверторизация. Попросили не опаздывать, но я опаздываю. Блин. Ой, ну ладно, вроде пробок нету, так что всё окей. Погнали. Кстати, забыла совсем сказать, что план, который я себе писала на выходной день, в целом я довольна. Да, там два пункта я не выполнила. Я не смонтировала шорты и не разбирала документы. Но в целом я сходила на салон, я купила всю, там, коробочку, всё, что надо для упаковки. Я смонтировала влог, я сделала обложку. То есть, я много реально сделала дел. Поэтому в целом я довольна. Мне так нравится моя прическа сейчас. Вот с чёлкой с такой. Она уже подросла. У меня вот тут какого-то проблема. Потому что я забыла, что у меня носки в другом портфеле остались. Мне носки просто портят весь лук мой. Субтитры сделал DimaTorzok Но в этот раз я устала меньше, чем когда была предыдущая инвертализация. Сегодня мне выдали новый бейджик. Посмотрите. Теперь он такого размера идёт, стандартного. А этот, сказали, можно забрать себе. Короче, день сегодня прошёл просто отлично. Я сегодня не так сильно устала, как во время прошлой инвертализации. И у меня получалось лучше сканировать товар. Короче, пока ехала в автобусе, сейчас опять попробовала круто написать для книги. Не знаю, как её сделать. Там рассказывать про свою историю, не рассказывать. Или сделать всё по главам. И кто не захочет читать мою историю, тот сразу, допустим, откроет главу и почитает про какие-то лайфхаки. Не знаю, как правильно сделается. Но думаю, как-нибудь за год я вот точно её напишу. А в лучшем случае к лету. Я хочу сказать, что на к лету уже была готова. А давайте сразу запечу крем. Сегодня 5 декабря. Короче, сегодня девочка нам говорит, ну, наш администратор, что мы вешаем новые бейджики. Прислали нам новые бейджики, что это уже старые, а эти можно выкинуть. Я как бы такая, как выкинуть? Типа их можно выкинуть, значит, я их заберу себе домой. И она такая, типа, зачем тебе? А мне надо. Ну, во-первых, это на память. Ну, во-первых, да. Но, во-вторых, и даже это не самая главная причина. Для меня лично самая главная причина, это то, что можно это использовать как реквизит. Или, допустим, для какой-нибудь съемки и так далее. То есть, можно замаскировать тут именно название компании. Вот. И сам факт. Ну, короче, мне все именно, знаете, нужно для съемок, для фотографий, для превью и так далее. Поэтому я его не собираюсь вообще выкидывать. Я с ним столько отходила с сентября, можно сказать. С сентября по декабрь. Такие новости. А у нас сейчас бейджик там поменьше размером, он чуть-чуть. И там очень какая-то крутая теперь бумага, на которой написано наше имя, фамилия, да. Потому что ходила распечатывать девочка. В общем, она распечатала на очень хорошей, прям элитной такой бумаге. А вот, такие новости на сегодня. До свидания.